Ну что ж, мы продолжаем наш разговор о центральном матче очередного тура российского чемпионата О встрече, где Спартак добился выездной победы над Ростовом со счетом 3-2 И вот после этой игры мне захотелось разобрать ее с точки зрения статистики Я подсчитал количество технико-тактических действий у всех футболистов, участвовавших в этом матче Я подсчитал проценты брака, ну и сейчас оглашу, так скажем, результаты своих математических исследований Ну и плюс к этому я сделаю определенное резюме по каждому футболисту Кто как сыграл, кто где ошибался И поставлю оценки по десятибалльной шкале всем игрокам стартовых составов Ростова и Спартака Ну что ж, поехали! Но сперва хотелось бы напомнить вам про то, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, то получите бонус Три бесплатные ставки Но для этого вам нужно не только зарегистрироваться, но еще и ввести промокод, указанный в описании к этому ролику Так что дерзайте, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя Ну а мы переходим к разбору футболистов И начинаем с Александра Максименко, который получает оценку 7,5 Да, с одной стороны он пропустил два мяча С другой стороны, здесь никаких вопросов к Максименко по вот этим эпизодам с пропущенными голами Более того, если бы не Максименко, весь матч мог сложиться иначе Был несколько эпизодов, когда Александр буквально спасал свои ворота Так что здесь к нему никаких претензий Виктор Моуза, 42 ТТД, 36% брака, оценка 7,5% Был очень активен в атаке, забил мяч в потрясающем прорыве Отметился еще парочкой опасных ударов Ну и плюс две успешные обводки, три ключевые обострящие передачи В сумме четыре удара, в общем, был очень активен впереди Павел Маслов, 58 ТТД, 32% брака, оценка 5,5 Ну, что тут скажешь, у Паши очередная серьезная ошибка Очередной автогол, плюс к этому он на старте второго тайма упустил Сову Когда тот выходил один на один против Максименко Но с другой стороны, у него шесть выигранных верховых единоборств И три перехвата, что, впрочем, мало меняет ситуацию Георгий Джики, 34 ТТД, 54% брака, ну и оценка 6,0% Совместно с Жиго провалился в эпизоде с первым пропущенным мячом Когда Соу тут двоих, так скажем, обдуил своим маневром Ну и, в принципе, оборону Спартака здесь откровенно пожарило Ну и, конечно, процент брака ужасает Само Эльжиго, 52 ТТД, 34% брака, оценка 6,5 Те же самые претензии, что и к Джики Ошибка в моменте Соу, другие косяки Но при этом хотя бы процент брака не такой высокий, как у Джики И пять перехватов еще есть Айртон, 36 ТТД, 33% брака, оценка 6,5 В атаке хорош, без вопросов Первый голевой момент с ударом Ларсена После его подачи С его подачи был забит в итоге гол Соболева Но в обороне, конечно, ужасен Момент, когда он пропустил мяч между ног И этот момент в итоге привел ко второму пропущенному мячу Весьма показателен Роман Зобнин, 53 ТТД, 43% брака Оценка 7 по 10-бальной шкале Успел восстановиться к этому матчу Выполнил огромный объем работы Много боролся Ну и, в принципе, статистика хороша Четыре верховых единоборства выиграны Два успешных дриблинга И три успешных перехвата По-моему, неплохо Наэль Умяров, 57 ТТД, 37% брака Оценка 7 по 10-бальной шкале Неожиданно для многих стал главным креативщиком Спартака в первом тайме Сделал три обостряющих передачи Одна из которых в итоге стала голевой В моменте с Мозесом Там вообще Умяров очень ловко разобрал в середине поля И показал себя вполне себе успешно Квинзи Промес, 49 ТТД, 23% брака Оценка 7,5 Ну что ты скажешь Был хорош, но упустил слишком много перспективных моментов И плохо, конечно, отработал момент с пропущенным мячом Первым голом Здесь он не уследил за подачей Козлова Впрочем, я думаю, что он этот матч может записать себе в актив Три удара, четыре обостряющие передачи Одна из которых стала в итоге голевой Александр Соболев, 62 ТТД, 21% брака Оценка 9 по 10-бальной шкале Ну что тут скажешь Доминировал в штрафной площади соперника Выиграл 12 верховых единоборств Нанес четыре удара Два из них стали голевыми Ну и остальные два тоже были весьма перспективны В целом Соболев был очень настерен Он был очень опасен И сейчас он набрал фантастическую форму Жордан Ларсен, 25 ТТД, 20% брака Оценка 7 по 10-бальной шкале Так же, как и Промес, был активен и был заметен Но, к сожалению, так же, как и Промес Недостаточно хороший казался Швед в реализации Много было перспективных эпизодов Но порадовать нас забитыми голами он так и не сумел Кстати, не подумайте, что я как-то предвзят В отношении Ростова, когда я говорю «к сожалению» Я имею в виду, что хотелось бы еще больше забитых мячей Поэтому в данном случае у меня нет никаких особых симпатий К той или другой команде Просто всегда, когда футболист упускает какие-то голевые моменты Я говорю «к сожалению» Ну а теперь давайте перейдем к Ростову Песяков Оценка 6 по 10-бальной шкале С одной стороны, винить Сергея в пропущенных мячах Не смысла С другой стороны, ярких сейвов он не совершал Николай Паярков 53 ттд 39% брака Оценка 5 по 10-бальной шкале Ну, что тут скажешь Ужасный матч Упустил Ларсона, когда тот мог забивать На первых минутах Позволил Мозесу открыть счет Несколькими минутами позже Не успел накрыть Соболева Когда тот забивал с углового головой Немного компенсирует это Паярков Своей активностью впереди Все-таки две ключевые передачи обостряющие Но это мало меняет ситуацию Все равно оценка низкая Харитам Алисами 54 ттд 36% брака Оценка 4 по 10-бальной шкале Этот защитник еще хуже Не успел подстраховать Паяркова В эпизоде с первым пропущенным мячом Помог Соболеву, когда подправил мяч на нападающего Спартака в эпизоде Со вторым пропущенным мячом Потом еще и упустил Ларсину в концовке Когда тот мог забивать четвертый гол Максим Осипенко 40 ттд 50% брака Оценка 6,5 В отличие от своих Скажем так Одноклубников и коллег По позиции защитника Он вроде как не допускал Катастрофических ошибок Более того, капитан Ростова Сделал два перехвата Что в принципе неплохо Но ставить ему высокую оценку Как-то даже рука не повернется Потому что все-таки оборона Ростова Во-первых, сыграла слабо И допускала очень много ошибок Во-вторых, сам по себе Осипенко Слишком уж высокий процент брака Показал в этой встрече Алексей Козлов 40 ттд 25% брака Оценка 6,5 С его навеса началась Первая голевая атака У него хорошая статистика Три отбора и два перехвата Но опять же В этой встрече Ставить защитнику Ростова Высокую оценку Я просто не могу Данил Глебов 58 ттд 40% брака Оценка 7 По 10-бальной шкале В начале игры Получил неприятные повреждения Но продолжил Встречу Отметился четырьмя отборами Пятью перехватами Лучшая оборонительная статистика В обеих командах А также успевал поддерживать атаку Своими даже обводками Даже технику он показал И своими ударами Кэн Туха Шимото 24 ттд Оценка 6 Ну японец был малоэффективен Всего 15 передач в этой встрече Ну и вообще минимум ттд Единственный плюс четыре отбора Но все-таки чувствуется Что игрок далек от оптимальной формы Георгий Махатадзе 57 ттд 33% брака Оценка 6,5 Забил гол Сдел три отбора Но в остальном Мало чем запомнился Вполне возможно Здесь ему не хватает Пока что опыта Чтобы показывать себя В таких важных матчах Алисову 27 ттд 16% брака Оценка 7,5 Был активен и настроен с первых минут Потрясающе отработал в моменте С первым забитым мячом Перехитрив всю оборону Спартака На старте второго тайма Имел хороший момент Но упустил Но в целом я считаю Что он провел качественную игру Был лучшим креативщиком Ростова С тремя обострящими передачами И в целом был полезен Понтуус Айнкрест 11 ттд Оценка 6,5 Всю игру Швед был заметен Но ттд у него мало Потому что в основном Он участвовал в борьбе В стыках То сам получал по ногам То противнику Заезжал И что характерно Фактически Он спровоцировал Автогол Маслова Помог своей команде Забить Так скажем Не касаясь мяча Потому что он Прессинговал защитника И во многом Спровоцировал Его ошибку Вот так вот Получилось забавно Дмитрий Полос 30 ттд 33% брака Оценка 7,5 Поучаствовал В обоих галах команды Сперва Его прострел Так скажем Замкнул Маслов Закатив Собственную сетку Ну и плюс Не забываем Про голевую передачу На Махатадзе И в принципе Полос был очень активен И заметен В данной встрече Ну а что думаете вы Пишите в комментариях Ваше мнение Ставьте лайк Если видео понравилось Подписывайтесь На нашу группу Вконтакте Ютуб канал И следите за обновлениями На нашем втором канале Он посвящен кино и сериалам Ссылка в описании Не забывайте Нажимать на колокольчик Чтобы не пропускать Мои новые видео Ну а если вы хотите Поддержать наш канал То можете сделать это финансово В описании указаны Реквизиты Сбербанка Яндекс кошелька Если вы поддержите нас Финансовым донатом То мы отдельно Поблагодарим вас В ближайших видео Ну и плюс к этому Если вы хотите помочь нам В продвижении этого видео То можете оставить комментарий Только комментарий Должен быть Больше пяти-шести слов Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok